В эфире Время новостей. Здравствуйте и прямо сейчас расскажем о главных событиях к этому часу. Патриарх Кирилл вылетел с первосвятительским визитом на Кубу, где состоится историческое событие – встреча с Папой Римским Франциском. Предстоятели Русской Православной Церкви и глава Рима Католической впервые в истории пообщаются лично. Основной темой обсуждения станет защита христианства и его последователей, подвергающихся геноциду прежде всего на Ближнем Востоке, в Северной и Центральной Африке. Также патриарх посетит Прагвай и Бразилию, где встретятся с лидерами этих государств. Ввели санкции против своих же. Национальные меньшинства Крыма не поддерживают политику зарубежных стран, где живет основная часть их народа. И просят иностранных властей остановиться, как немцам, французам, полякам и многим другим живется на санкционном полуострове, узнавала Татьяна Ханкота. Когда страны ЕС ввели против России санкции, то, наверное, не задумались о том, что на территории нашей страны проживает огромное количество их соплеменников. В Крыму по итогам последней переписи поляков, к примеру, около трех тысяч, немцев почти две. И все эти люди пострадали. В первую очередь из-за того, что разорвались их межкультурные отношения. Страны ЕС больше не помогают своим крымским соотечественникам развивать национальный язык, культуру, традиции. Вред санкций, конечно, сказывается больше всего для молодежи, когда отсутствует возможность поехать на учебу, поехать лишний раз, посетить страну, ознакомиться с ее культурой, с ее историей. Крымские чехи заявляли чешскому правительству о проблеме получить визу. Но Крым, по их мнению, Украина, а значит, выдать документ может только Киев. Естественно, это невозможно. Немцы, проживающие на полуострове, тоже пытались решить этот вопрос. Сообщали Совету Европы о невозможности съездить на историческую родину. Сделали официальное обращение и будут готовить дополнительное, чтобы визовый режим для людей, которые имеют родственников в Германии, упростили. Но пока безрезультатно. Мы считаем, что наша историческая родина, Германия, в некотором смысле бьет санкциями по немцам дважды, потому что разрушаются наши культурные связи с нашей исторической родиной. Сегодня разрушаются связи семейные, поскольку наших российских немцев проживает в Германии более трех миллионов. В первую очередь, страны ЕС бьют санкциями своих же соотечественников, считает председатель Госкомнация Крыма Заур Смирнов. Тем не менее, национальным общинам полуострова, как оказывалась поддержка со стороны республики, так и будет оказываться. Здесь, конечно же, мы всегда будем подставлять свое плечо. У нас только в текущем году около 9 миллионов рублей на эти цели предусмотрено. Предусмотрено около 100 мероприятий национально-культурного характера. Так, в скором времени на карту Крыма вернутся довоенные названия. Существующие при этом сохранятся. При въезде в более чем тысячу населенных пунктов полуострова будет стоять двойной указатель. Татьяна Хымкота, Андрей Трещук. Время новостей. Секретарь Крымского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Константинов принял участие в видеосовещании по организации проведению предварительного голосования по кандидатурам на предстоящие в сентябре выборы в Госдуму России. Организатором выступил профильный федеральный комитет. На совещании были согласованы кандидатуры председателей региональных комитетов и утвержден регламент проведения предварительного голосования. Все организационные вопросы штаб организует. Опыт большой. Комитет у нас формирован. Люди все опытные проходили уже. Десятки выборов успешные проходили. Поэтому это нам все совершенно понятно. Алгоритм действий, эти вопросы никаких у нас не будет. По словам Владимира Константинова, предстоящие выборы окончательно завершат процесс вхождения Крыма в правовое поле Российской Федерации. Да, мы являемся субъектом Российской Федерации. Все верно. Но у нас сегодня нет представителей в Думе. И, конечно, с конституционной точки зрения процесс не завершен. Поэтому мы завершаем процесс Крымской весны. Завершаем его фактически в этих выборах. И предварительное голосование – это как раз формирование этого подхода. Список потенциальных кандидатов на предварительное голосование уже известен. Но может быть расширен в соответствии с утвержденным регламентом. Следком предъявил двум лидерам банды Башмаки обвинения в бандитизме и убийствах. В ведомстве напомнили, что в 90-х члены группировки, которые возглавляли обвиняемые, занимались вымогательством денег у предпринимателей за якобы их охрану от посягательств иных бандформирований. Помимо этого, Николай Кожухарь и Александр Данильченко обвиняются в ряде убийств. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства совершенных преступлений и другие эпизоды преступной деятельности членов банды Башмаки. Режим, связанный с эпидемией африканской чумы свиней на полуострове, действует таким же образом, как и режим по ликвидации чрезвычайной ситуации по электроэнергии. Чиновникам не стоит расслабляться, так как все решения штаба обязательно к исполнению. А жители Крыма, у которых были отчуждены свиньи, могут быть спокойны. В понедельник в Роздолинском районе уже начнут выплачивать компенсации, которые составляют 99 рублей 20 копеек за килограмм живого веса. Мы начнем выплаты так, как это будет удобно людям. То есть будет подъезжать передвижной офис, так называемая инкассаторская машина, и с окна будет выдаваться по предъявлению паспорта. Человек, мы составили реестр, вот этот реестр у меня на руках. Значит, с фамилиями, с номерами паспортов человек подходит и получает эти деньги. Радио Крым Год в эфире в новом формате. Радио Крым сегодня празднует день рождения. 11 февраля 2015-го оно получило лицензию Роскомнадзора и стало полноправным средством массовой информации Российской Федерации. Тогда и начался новый отчет в истории радиостанции. Перед творческой командой стояла непростая задача. Сделать все, чтобы стать главным радиополуострова. О том, что изменилось за год и чего ждать слушателям в будущем, расскажет Елена Бережная. 11 февраля у нас в медиасемье большой праздник и сразу стремимся поделиться с вами нашим позитивным настроением. Это тот особый случай, когда эфир открывает генеральный директор телерадиокомпании «Крым». Главное радиополуострова отмечает день рождения и, как всегда, вместе со своими слушателями. Я это уже сегодня с утра назвал нашим перерождением, а вот прежде чем оно произошло, что пришлось испытать, что пришлось, как говорится, сделать. За год радиостанция «Крым» сильно изменилась. Сегодня это совершенно новые программы. Их уже около 30. Тема дня – «Чёрным по белому», «Геополитика» и многое другое. Но самое главное – новости. Выпуски в прямом эфире каждые полчаса. Интерпол объявил Ходорковского в международный розыск. Это главная тема выпуска. Далее подробно. Вот так, с хорошим настроением и без единой запинки, радиоведущая Сибия Юнусова рассказывает своим слушателям о самых главных новостях, которые произошли на полуострове и в мире. Быть по ту сторону микрофона не так просто, как кажется. Но если один раз попробовал, отказаться от этого уже не сможешь. Здравствуйте, уважаемые телезрители. У микрофона Сибия Юнусова. Самое главное, чтобы передать ту новость без отсутствия картинки, как вот работают телевизионщики, это осмысленно читать новости, конечно же, представлять своего радиослушателя. Именно тогда ты свое отношение к этой новости передаешь. Сейчас на радио трудится новая команда. Идеи к журналистам приходят чуть ли не каждый день. Но оставаться первыми в нынешних условиях – это непростая работа и огромная ответственность. Фактически мы делаем, сделали переход от радио старого формата, такого, скажем, еще находящегося в тех далеких временах, когда не нужно было конкурировать ни с кем, когда не нужно было завоевывать радиослушателя, когда было просто монополия навещания, не было многочисленных кнопок, радиослушатели включили одну станцию и ее слушают. То есть не было никакой такой здоровой конкуренции. Сейчас мы вошли в поле именно здоровой конкуренции, когда приходится бороться за радиослушателя. Первый год не был легким. Радио Крым столкнулось со многими трудностями. Особенно сложно пришлось в период блэкаута. Тогда радийщики сработали оперативно и слаженно. За несколько минут справились с техническими сложностями и сделали все, чтобы вещание возобновилось. В автомобилях звучало радио, генератор был только у нас, и мы единственные, кто были в эфире. Это команда, готовая ко всему. Главное радио полуострова постоянно меняется. Целевая аудитория становится все больше. Ведущих слышат не только в Крыму и в России. А это дорогого стоит. Они очень динамично развиваются. Там все время что-то происходит. Одна новая программа, вторая новая программа. А мы договорились, а мы поехали. Просто прекрасно. Радио Крым, есть у нас такая задумка, и мы идем к ее воплощению. Это будет такой радиодубль Крыма-24, телеканала. Но вот кто чей дубль? Потому что радио более оперативное, чем телевидение. Сейчас команда «Радио Крым» готовится к новому сезону. С 1 марта работать журналисты будут уже в новом формате. Добавится вечерняя аналитическая студия с интерактивом, где ведущие будут обсуждать с экспертами самые важные события дня. Елена Бережна, Александр Тегнеридно. Время новостей. Зная наших, крымчанин Андрей Шарков съездил в Америку, выступив сразу на двух турнирах. Этапе Кубка мира по армлифтингу и открытом первенстве Калифорнии по армспорту. Даже несмотря на огромную конкуренцию, наш земляк не только заслужил восторженной оценки специалистов, но и привез в Крым несколько медалей. Этот этап Кубка мира многие эксперты назвали едва ли не самым представительным за последние годы. За победу в нем боролись спортсмены из более чем двух десятков стран. Крымчанин Андрей Шарков выступал в дисциплине Аполлон-Аксель и сумел показать там свой лучший результат. Поднял 200 килограммов. Этого хватило для того, чтобы занять четвертое итоговое место. Мог наш земляк посягнуть и на позицию в тройке призеров. Для этого надо было поднять 210 килограммов, и он почти это сделал, но в решающий момент штанга выскользнула из пальца. Зафиксировать не смог, штанга вверху вывалилась из рук. Старался очень сильно, пошел еще на один подход. Но не получилось. Если бы поднял, то завоевал бы сразу первое место, так как был легче своих соперников. С весом 210 килограммов смогли справиться лишь легендарный 66-летний американец Отт Хаген и абсолютный победитель прошлого сезона Алексей Тюкалов. Напомним, что мировой рекорд составляет 237,5 килограммов. А уже на следующий день Шарков принял участие в открытом первенстве Калифорнии по армспорту. Там уже крымскому силачу никто не смог ничего противопоставить. Безоговорочное первое место в абсолютке. Примечательно, что этот турнир стал лишним доказательством того, что даже в мировом сообществе свыкаются с мыслью, что Крым и Россия одно целое, по крайней мере нашего спортсмена, представляли на обоих турнирах именно с привязкой к необъятной. Конечно, когда ты представляешь такую огромную страну, ты как бы на передовой находишься, на спортивной передовой, ты не можешь проиграть. Ты выкладываешь полностью все силы для того, чтобы быть достойным. Достойным тех людей, которых ты здесь представляешь, за которых ты сюда приехал. Параллельно собственным спортивным достижениям Шарков ставит масштабные задачи перед своими подопечными. Совсем скоро сборная Крыма в составе 23 человек отправится на первенство России по армспорту в Раменское. Там задача, как всегда, собрать максимум медалей. Валерия Назирян, Александр Чукалов, Время новостей. И на этом все. Увидимся в следующем выпуске. Не переключайтесь, узнавайте новости первыми вместе с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова